Фёдор, а у тебя были более престижные титулы? Нет, это самый престижный в моей жизни. Ты же знаешь. Это, ну, самое главное, да? Конечно. Я к нему ушёл всю свою жизнь. Победёшь в Екатеринбург кубок? Естественно. Конечно, а как? Там просто надо... У нас сейчас выходные будут, я завтра полечу с кубком, конечно. Надо показать городу Екатеринбургу кубок мэра Москвы. Они же не видели такой. Привет! Витя стал победителем кубка мэра, обыграв в последнем матче Динамо. Это первый титул подольской команды. После матча главный тренер Михаил Кравец даже заикнулся о кубке Гагарина. Ну, не знаю, мечтают ли олимпийские чемпионы о победе в районном первенстве. Однако лучший эпизод вчерашнего дня произошёл в высшей лиге. На турнире в Тольятти потрясающую шайбу забросил в защитник лады Дмитрий Костенко. Это невероятный шедевр. Парню всего 17 лет. А там ещё такой же Фёдор Свечков есть. Быстрее бы уже 4 сентября, когда начнётся турнир высшей лиги. В Национальной хоккейной лиге уже смирились, что полицейские иногда убивают преступников. Матчи возобновились. Наши вратари в полном порядке. Вот если всё-таки перекрасить синюю линию в чёрную, это победит расизм? Я не знаю, Лёш. Честно, не могу тебе ответить на такие вопросы. Как вы помните, в НХЛ размышляли, поможет ли остановка чемпионата, проблеме расизма или нет. Едва не сожрали тренера Филадельфии Виньо, который не захотел говорить о проблеме. Но, наконец, вернулись к своему делу. Семёна Варламова поменяли в последний матч после трёх пропущенных шайб, но о его будущем можно было не волноваться. Наш вратарь вышел на лёд против Филадельфии в стартовом составе и провёл игру блестяще. Варламов отразил 26 бросков и не попал в тройку звёзд по недоразумению. Иван Проворов снова был на льду больше всех, но отметился только двумя бросками. Героем матча Тампа-Бостон стал Андрей Василевский. 29 отражённых бросков, спасение в самый нужный момент, полный контроль над происходящим. И только третья звезда. Вторая не Никита Кучеров с двумя голевыми передачами. Форвард даже похвалил главный тренер команды, но это ещё больше разозлить нападающего. Михаил Сергачёв сыграл чуть меньше Хедмана, но очень достойно и корректно. Один бросок плюс один. В этой серии такая победа ничего не означает. Следующий матч будет с чистого листа. Андрей Свечников подтвердил, что его травма оказалась не такой серьёзной, как предполагали. Он бы даже вышел на лёд во втором раунде плей-офф. Потянул связки голеностопа. К сезону восстановится на 100%. Видимо, нас ждут первые переносы в КХЛ. Йокерет не может принимать соперников в первых матчах чемпионата из-за закрытых границ. Вероятнее всего, команда сыграет в Риге. На стадионе будет два матча в день, как на Кубке Мэра. Главный вопрос после Кубка Мэра, в котором победил Витязь, звучал так. Ну, это легко поправить. Хотя в СКА сейчас центральных очень много. Но кого это останавливало? Новичок подмосковного клуба показал, что Варинский снова возвращает себе звание лучшего менеджера по иностранным хоккеистам. Все легионеры показывают себя с лучшей стороны. Набрали ход армейцы. В последней встрече против Спартака они уже предстали этаким монстром, который никому не умеет проигрывать. В этой системе Андрей Локтионов показал, почему совсем недавно считался самым крутым российским центром. Правда, и Никитин впервые поставил его в центр на этом турнире. У Динамо проблемы. Чемпионаты не могут начать без второго звена. Линдберг и Пулкинен выпали примерно на две недели с разными диагнозами. Без них у Белоголубых есть проблемы, но внезапно проявил себя Тарасов. Так что не все так ужасно. Спартак проиграл в последней встрече в ЦСКА. Команда просто рассыпалась под напором. Но уж в больно разном состоянии находятся ребята из этой команды. Впрочем, недооценивать Спартак нельзя. Как только вы поверите, что они слабые, спартаковцы накажут. Ну, приехал Липпан. Вчера О'Брайен подписал контракт. Но не страшно? Страшновато? В спину не чувствуешь от очки? С чего? Какие? Липпан по тысячу минут штрафа. Этот О'Брайен в чемпионате Норвегии 308 минут штрафа набрал. Ну, ничего страшного. Я же не дерусь. Я просто хочу играть. Ты не дерешься, понятно? Нет. Кун Лунь начнет чемпионат в нынешнем составе. Если иностранцы даже успеют к 4 сентября, то какой смысл их выпускать на лед в таком состоянии? Зато для наших парней будет последний шанс проявить себя. И последнее. Вынесен матч чемпионата КХЛ может пройти в Израиле в декабре. Пока неизвестно ни место проведения, ни то, кто будет играть в этой встрече. Но я бы посоветовал Мертвое море. Его и заливать не надо. Там твердое покрытие. Да и в названии водоема и есть какой-то символизм. До свидания. Будет 25% пускать на матч Динамо. Тебе не кажется, что было бы правильным, наверное, чтобы и вам 25% зарплаты платили? Нет.